друзья мы счастливы вас приветствовать из недр центрального магазина компании сплав на улице кечерская 16 город москва сегодня мы поговорим с вами об очень актуальной теме и востребованы всегда потому что 5 слой многоуровневых комплектов одежды актуален всегда не очень жаркое время будет практически всегда я построим беседу нашим следующим образом я сделаю короткие выступления потом передам слово моему собеседнику кириллу и он уже вас просветит смысл в чем что в каталоге компании сплав примите на к пятому слою классическому пятому слой неутепленном у сушиллу мы сегодня говорим про не утепленные услышал а именно не утепленных уж и является пятым слоем многоуровневых комплектов одежды по типу фигвакс паку пока вкб овокопа 5 слой 5 слой это именно не Неутепленно совершенно. Так вот, в каталоге компании «Сплав», примитивно к пятому слову, есть два очень похожих комплекта. Настолько похожих, что я знаю их названия, но когда я их оба вижу, я путаю их. Один, значит, у нас это «Тарон», вот оно, да, а другой у нас это «Платан». Вот оно, комплект. Соответственно, комплект – это значит, что куртка и брюки есть. И здесь тоже есть куртка и брюки. И они настолько похожи, что я уверен, что наши зрители, они и потенциальные клиенты, не совсем им понятно, что же им нужно. Давай мы им сегодня ответим на вопрос, что же им, исходя из их потребностей, лучше приобрести. Конечно. Потому что этот вопрос возникает очень часто. Почему два? Да, это, ну, он резонный. Потому что, например, седьмой слой, да, он один, грубо говоря, да, третий, он один, там, четвертая ветровка на одна, там, да. А здесь вот прям, да, вы уже больше того сделали. Даже вы сделали уже даже носки для военных специальные, их всего две пары. Летний и зимний, а тут два пятых слоя, и, ну, как бы, почему два, да? Ну, ответ на самом деле очень простой. Пятый слой используется не только в поле, но и в городе. Соответственно, мы сконструировали два костюма. Один адаптированный под городскую носку, это платан, а второй ориентированный именно на вооруженных профессионалов, то есть на тех, кто будет использовать его в полевых условиях. Соответственно, концепция одежды в городе и в поле, они немножко разные. Поэтому и данных два костюма, они различаются как по своей конструкции, так и по тканям, используемых в этих костюмах. Так как лично я считаю, что, это не обязательно, чтобы все так считают, но лично я считаю, что начинать надо всегда с дна, ну, то есть с базы. С дна, имеется в виду, что дно это плохо, а дно, это имеется в виду, что это основа. Основа, я считаю, это всегда ткань. Материал это основа. То есть мы берем материал, а потом уже конструкцию на базе него создаем. Давай обратим особенное внимание, на чем у нас разница именно в материале. Ну, разница в материале, исходя, опять же, из условий использования. В комплекте платан, то есть в городском, используется более плотная ткань с немножко другой обработкой. То есть, если мы посмотрим на эти две ткани, то здесь она будет более мягкая, более плотная, а в полевом комплекте она будет более тонкая, но не менее прочная. По поводу первого мода у людей были сомнения, потому что он такой был совсем воздушный. То я, как владелец брюка мод 2, могу сказать, что она прямо прочная, прочная. Правильно, потому что в основе и той, и другой ткани это нейлон. Нейлон, да? Прям вот реально, она прям вот, то есть, несмотря на вот эту вот тонкость, вопросов нет. У многих был вопрос, почему вот это такое тонкое, это плотное, если плотное, значит прочнее, не факт. То есть, на самом деле, по прочностным характеристикам они практически одинаковые. Но, друзья, смысл просто в том, что так как эта куртка ориентирована на город, да, то есть у нас комплект платан ориентирован на город, комплект ОРОН ориентирован на поле, скорее всего, в поле человек будет, ну, утеплен, наверное, более глобально и более под ним, ну, внутренних слоев, наверное, будет больше, да, чем городский слой. То есть, чтобы не нагружать полностью человека, пятый слой именно для полевого использования сделан более легким ботками. Пятый слой является базовым слоем. Что такое базовый слой? Базовый слой, это значит определенной температурой воздуха, как их правило, это от плюса 10 и ниже. То есть, плюс 10, это верхняя граница, от плюса 10 и ниже, то есть, от плюса 10 и холоднее. Мы используем в качестве базового слоя softshell. Что значит в качестве базового слоя? То есть, мы его одеваем, мы его носим все время. То есть, он у нас, он становится у нас основным комплектом. Не полевой комплект, не маскалат, а именно он становится основным комплектом. Соответственно, скорее всего, в полевых условиях мы будем под брюки уже надевать кальсоны. Либо первый, либо второй слой. Либо первый, либо второй слой. Таким образом, вот эта вот гладкость, вот эта вот, она не будет, как бы, у нас приходиться на кожу. И тактильно нам особо никаких проблем доставлять не будет. В городских же условиях, скорее всего, ну, мы вряд ли будем надевать кальсоны, или реже гораздо будем использовать кальсоны. И вот эта вот, как бы, подкладочка, она тактильно будет, ну, поприятнее на голое тело, нежели чем, вот, она менее будет, скажем так, есть такое понятие, холодит кожу. Вот это вот будет холодить кожу сильнее. То есть, вот это будет температурный и тактильный комфорт нам, да, ну, то, что мы ощущаем, как мы это ощущаем, он будет поприятнее. Поэтому в городских условиях у нас будет, соответственно, платан поприятнее. И еще такой момент я заметил, что здесь у нас есть некая, некий, ну, стрейч-эффект, в отличие от торона. Ну, в тороне он тоже присутствует, но, да, в платане он более выражен этот эффект, то есть тянущийся в четырех направлениях ткани. Особенно, я могу сказать по опыту, это для брюк актуально, потому что, когда ткань вот немного вот такой обладает эластичностью, это очень, ну, способствует эргономике. Она обеспечивает и посадку красивую, и при этом никак не ограничивает эргономику. С тканью окей, разобрались. Давай вкратце, вкратце, какие конструктивные есть у нас различия, потому что мы сказали, есть различия по ткани, есть различия в конструкции. Различия по ткани мы доступно, я надеюсь, друзья, доступно, максимально доступно вам донесли. Давай конструктивно, хотя бы, знаешь, так... Основной, основной конструктивной особенностью, точнее, различием этих двух изделий является следующее. То, что в изделии торон, которое предназначено для поля, все элементы, то есть расположение карманов, расположение швов на брюках, либо на куртке, не мешает использованию военного снаряжения. То есть, если, допустим, в городском варианте у вас практически полноценный боковой карман, то в полевом варианте карман поднят вверх для того, чтобы он не мешал, например, поясу разгрузочной системы. То есть, основное отличие-то в том, что здесь конструкция приспособлена под ношение снаряжения. Амуницией. Под ношение амуницией. Ну да, я вот здесь вот вижу, например, у городского комплекта есть карманчик на груди, который довольно удобный. Да, здесь этого кармана нету, во-первых, потому что поднят этот карман, во-вторых, потому что он здесь будет перекрыт, скорее всего, бронежилетом. Да, то есть, подошли к данному вопросу. Конструкторы компании «Сплав» довольно, ну, я бы сказал, продуманно. Друзья, что я могу сказать? Я вообще, честно скажу, с Тароном общался более плотно, чем с Платаном. Я могу сказать, что комплект реально отличный. У него, я знаю, ваш главный вопрос и главный минус данных комплектов обоих, у них один минус из всего. Этот минус заключается в том, что они доступны только в таком цветке сейчас, да? Да, к сожалению, так. На данный момент они доступны только в расцветке олива. Для городского использования это, на мой взгляд, ну, как бы, неплохо. Он такой, как бы, ну, и с одной стороны не брошкий, с другой стороны, как бы, ну, не агрессивный. Они задут этот вопрос все равно, поэтому я его задам сейчас. Насколько можешь, в рамках своих, ну, того, что ты им можешь сказать, скажи, возможно ли появление в наших любимых цветах мох и как мультикам, только лучше? Это возможно, но, опять же, возникает но. Так как эти изделия, скажем так, не из дешевой ценовой категории. Ну, да. И мы стараемся их делать из качественных материалов. В данный момент найти соответствующий по качеству и цене материал, ну, для нас пока проблематично. Но мы ведем эти поиски, причем, можно сказать, денно и нощно, для того, чтобы выпустить данный комплект именно в камуфлированный расцвет. Но я скажу, что когда он будет в камуфляже, это будет, конечно, бомба. Это касается, причем, и, ну, в первую очередь, полевого, конечно, да, ну, и городской, думаю, тоже не помешает. Потому что мне, например, вот городской, он, получается, друзья, этот комплект я бы назвал тактическим, а этот комплект я бы назвал военным, да, потому что он ориентирован на военных, а это ориентирован на город. Ну, то есть городская тактика, тактический комплект, да. Но очень бы хотелось видеть в камуфлированных цветах. Еще раз говорю, так как я с Тароном общался плотно, причем как с первым модом, так и со вторым модом, моделью первой и со второй, я могу сказать, что вторая учла все пожелания трудящихся. Реально прямо удивляет то, какая она прочная. Реально. Просто вот. И при этом тонкая ткань. Хорошо очень вентилируется. Прекрасно. Вплоть до того, что я брюки носил в течение всех сезонов. То есть я могу сказать, что брюки просто великолепно себя показывают. Ну а, соответственно, куртка, она это еще более востребованный элемент. Почему? Потому что очень часто брюки полевого костюма комбинируются именно с курткой софтшелла. То есть брюки остаются полевые, боевые в том числе, да? А куртка уже, соответственно, используется, потому что верх априори мерзнет и испытывает температурный дискомфорт всегда, ну, чаще. И это более выражено, чем с ним. Поэтому, друзья, я вот данные комплекты могу однозначно рекомендовать. Если вас, ну, никак не смущает свет, однозначно рекомендую. Мод 2, соответственно, Тарон и Платан, он в единственном моде. Он сразу хорошо получился, как пингвин. Как пингвин сразу получился хорошо. Большое спасибо. Всегда рады. Друзья, костюмы на сайте есть, костюм, комплекты есть на представленном сайте, комплекты представлены в торговой сети, в магазине. Приходите, меряйте, смотрите, определяйте. Вопросы есть, задавайте, будем отвечать. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.